В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Еще одна история чуда из Виднорского перинатального центра. Он сначала находился три недели у нас в родильном доме. Дышал он с помощью сначала искусственной вентиляции. На века спасти молодые ели и дать им вторую жизнь. Я здесь рядом живу в деревне. У нас там большой деревенский дом, столетние липы. И вот теперь еще и маленькая сосенка будет. Спортивное направление одно из важных в программе – активное долголетие. Мы все здесь поднимаем себе настроение. В Виднорском перинатальном центре уже много лет выхаживают малышей с экстремально низкой массой тела. Наш сегодняшний герой родился весом всего 490 граммов. Но мастерство и забота медиков, а также любовь мамы творят настоящие чудеса. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. В отделении Катамназа, Виднорского перинатального центра, маленького Мухаммада Расула и его маму Севару из Подольска встречают как дорогих гостей. Мальчик родился 17 декабря на 24 неделе беременности с весом всего 490 граммов. Естественно, дышать самостоятельно ребенок тогда не мог, поэтому долгих 7 недель провел в реанимации. Он сначала находился три недели у нас в родильном доме. Дышал он с помощью сначала искусственной вентиляции легких в течение трех недель. Потом он был переведен на вспомогательную вентиляцию легких. Как только у него появилось самостоятельное дыхание и он был переведен на вспомогательную вентиляцию легких, он был переведен в отделение второй реанимации. Затем, когда малыш уже мог самостоятельно дышать с весом килограмм 200 граммов, его вместе с мамой перевели в отделение патологии новорожденных. Это работа, конечно, мультидисциплинарной команды. Все начинается с акушер-гинекологов, дальше подхватывают детские реаниматологи, потом неонатологи, уже дальнейшее выхаживание ребенка. Помимо этого и другие специалисты, и невролог, и офтальмолог, и психолог, работа с мамой. Это просто чудо. Из-за того, что это перинатальный центр, так спас моего сына и настолько помог, потому что это чудо такого ребенка выхаживать. Как я мама, очень благодарна перинатальному центру, всех врачам. От самочувствия настроя и решимости мам тоже многое зависит. Поэтому в Видновском перинатальном центре с ними постоянно работают психологи. Она очень быстро приняла ситуацию, такой, какая она есть, и очень быстро начала действовать. Это главная рекомендация, как справиться с этим страхом и с этой неопределенностью. Только сегодня. Есть сегодня. Сегодня хорошо. Сегодня удалось задышать самому. Всего в Видновском перинатальном центре наш маленький герой пробыл два с половиной месяца. Откуда его перевели в другой стационар, где провели успешную офтальмологическую операцию. Диагноз был ретинопатия недоношенных. Это заболевание сосудистой сетчатки, которое развивается только у деток, которые рождились раньше срока. С помощью операции, с помощью специального укола в глаз вводят вещество, которое останавливает патологически неправильный рост сосудов. Мы уже видим положительные результаты. Болезнь остановила свое развитие. По статистике, 7-8% всех детей в мире рождаются недоношенными. Только в Видновском перинатальном центре ежегодно на свет появляется более 50 детей с экстремально низкой массой тела. Но благодаря высокому профессионализму врачей, их удается выходить и сохранить здоровье. В течение трех лет после рождения такие малыши, как Мухаммад Расул, будут ежемесячно наблюдаться у видновских медиков в отделении Катамназа, где за их здоровьем, развитием и успехами следят педиатр, невролог, офтальмолог и другие специалисты. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Представители общества инвалидов посетили видновский центр экзопротезирования. Ознакомились с современными технологиями, кабинетом реабилитации и лишний раз убедились, инвалидность не приговор. О профессионалах, которые дарят людям возможность жить полноценно, в репортаже Юлия Пагасьян. Эффект этих процедур на себе в жизни испытал колоссальный. Инвалид с детства, ныне председатель Московского областного общества инвалидов Николай Зеликов, под впечатлением от Видновского центра экзопротезирования. Говорит, такое современное оборудование видел только в узкопрофильных федеральных санаториях. Узнали здесь много нового, интересного. Мы обменялись теми знаниями, которые у нас есть в этом году. Всероссийское общество инвалидов 35 лет. Поэтому у нас тоже бывают различные круглые столы, совещания, связанные с вопросом реабилитации. Поэтому тоже есть определенный опыт. Но то, что сделано и делается здесь, в Ленинском районе, здесь очень дорогого стоит. Поэтому впечатляет. И это при том, что Видновский центр экзопротезирования еще набирает обороты. Пока через медицинское учреждение прошло 10 пациентов с ампутационными культями. Физиопроцедуры, кабинет лечебной физкультуры, психологическая поддержка. В общем, полный спектр сопроводительной реабилитации. Пациент часто после той же ампутации сталкивается с тем, что он не знает, куда обратиться, как дальше ему действовать. Мы даем ему эту схему, мы наблюдаем его, мы его обследуем полностью. И непосредственно сами связываемся с этими службами, которые взаимодействуют и помогают в этом экзопротезировании. А мы параллельно смотрим за состоянием пациента, как он будет переносить все это и вообще выдержит ли он экзопротезирование. 41-летний Дмитрий Щеголев в реабилитационном центре с ноября прошлого года. Попал сюда в результате ранения во время выполнения боевого задания. Здесь ему прооперировали ногу, поставили протез и помогли встать на ноги. Ну и сейчас как бы идет очередной этап реабилитации. Это освоение двигательной функции и перемещение, как бы восстановление мобильности. Уже есть определенные успехи, навыки. Допустим, с одной тростью я уже могу ходить. Впереди меня еще ждет такие вещи, как пандус, лестница. Ну и резкое изменение направления движения. И потом уже поеду домой. В будущем центр планирует принимать пациентов со всей страны. Не только военнослужащих СВО, а всех, кто нуждается в протезировании и реабилитации. Главный врач ВРКБ и представители общества инвалидов договорились о сотрудничестве. Мы очень благодарны руководству нашей клинической больницы, которую возглавляет Бутай Гайдарович, за нашу многолетнюю тесную работу, плодотворную. И вот за его неравнодушие, внимание и решение наших проблем. На сотрудниках центра лежит большая ответственность, ведь он первый и пока единственный в стране. Но врачи уверены, они справятся с любым количеством пациентов. Юлия Пагасьян, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Не только спасти молодые ели, но и украсить ими свой приусадебный участок или клумбу под окном. Имеют возможность все желающие. В одном из мест, где будет проходить трасса Юла, местные жители получили разрешение выкапывать деревья. На экологическом субботнике побывала наша съемочная группа. На многих участках Ленинского городского округа уже идет активное возведение Южно-Латкаринской автодороги. А в этом месте, недалеко от Спасского проезда, пока тишина. Здесь пойдет бульдозер, мы понимаем, будут деревья воспилены. Но большие деревья мы не сможем спасти, но вот такие маленькие, двух-трех годовалые. Есть возможность дать им жизнь старую, чтобы они на территории нашего округа. Где-то так же росли, очищали воздух, радовали глаз. Теперь здесь кипит работа. С инициативой спасти молодые сосны выступили местные жители. И теперь отсюда ежедневно вывозится по 30-40 деревьев. Строго говоря, выкапывание деревьев в лесу – дело незаконное. Но представители депутатского корпуса поддержали инициативу местных жителей и обратились в отдел экологии администрации Ленинского городского округа, где получили добро на спасение деревьев. Мария Синицына живет неподалеку, узнала об экологической акции и социальных сетей и не применула воспользоваться шансом украсить свой приусадебный участок. Я здесь с бабушкой в детстве ходила, гуляла. Ну, сейчас здесь будет дорога, да, я правильно понимаю? Ну, это тоже хорошо. А где вы досажать будете? У себя на участке на приусадебном. Я здесь рядом живу в деревне. У нас там большой деревенский дом, столетние липы. И вот теперь еще и маленькая сосенка будет. Участвующие в экологической акции местные жители считают свою работу еще и своеобразным вкладом в строительство дороги. Ее появление они, кстати, поддерживают. Помогаем хотя бы просто освободить расу консенсионеру. Мы тоже не против, что будет дорога. А что делать? Бороться с чем? С дорогами? С дорогами? Инфраструктура должна развиваться. Конечно, конечно. Просто где дороги, там жизнь. Нет дорог, нет жизни. Чтобы правильно выкопать ель или сосну, требуется определенная сноровка. Главное не обрубить корни. Сергей Кочерыгин и наша съемочная группа пришли на помощь Марии. Просто ее вверх, потихонечку, я сейчас подрубила ее хорошо. Так, давайте внесем свой пассивный вклад в это дело. Мне что-то не тянется. Оброждите, оброждите. Я говорю, не так просто. Чтобы хорошо выкопать, надо вытянуть. Вот, смотрите. Отлично, мне хоть нести не тяжело будет. А потом землей. А, с пиржевой корень-то не этот самый. Все, чем мог помог? Огромное. Пошел. На этой схеме показан участок, где можно выкопать деревья по обе стороны от Спасского проезда. А ленты, протянутые здесь, показывают примерные границы будущей автотрассы. За ними трогать молодняк нельзя. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Спортивное направление – одно из важных в программе «Активное долголетие». В досуговом центре «Юность» деревни Калиновка регулярно проходят мероприятия для пенсионеров. Ну а в День здоровья им подготовили разнообразные занятия. Какие, узнала Юлия Антонова. В наше время здоровье – это то, о чем должен заботиться человек любого возраста. В досуговом центре «Юность» спортивные мастер-классы проходят каждую неделю. Сегодня у нас спортивный мастер-класс, посвященный Дню здоровья, который завтра большой праздник, Всемирный День здоровья. Сегодня мы устраиваем мастер-класс. Мастер-класс для лиц золотого возраста. Они у нас очень спортивные, очень активные, очень любят заниматься. Гимнастика – это наше все называется. И сегодня большое такое мероприятие. Надеюсь, что будет большая численность. Человек 15 мы ждем. Благодаря программе «Активное долголетие» пенсия – не повод сидеть дома. Люди золотого возраста выбирают для себя самые разнообразные занятия. Мы уже три, наверное, четвертый год. И в прошлом году осенью организовалась группа гимнастики лечебной. И это такой подарок для нас. Мы все здесь поднимаем себе настроение. Каждый может пошутить, посмеяться. Преподаватель у нас, тренер очень хороший. Елена Синельникова – опытный тренер по йоге и лечебной физкультуре. С удовольствием делится со своими подопечными правилами здорового образа жизни. Необходимо пить чистую воду. Необходимо периодически придерживаться диеты. Это очень важно, особенно весной и осенью. Нужно обязательно найти для себя время для занятия физкультурой. Мы находим время для того, чтобы помыться, поесть. Мы должны обязательно найти время для того, чтобы заниматься своим телом. Придерживаясь такого образа жизни, даже в преклонном возрасте можно быть молодым и активным. Юлия Антонова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok